Рождественский пост С точки зрения отключения потребителей у нас есть только дома частного сектора 8-го микрорайона и сегодня отключили и сегодня включил обратно. В администрации состоялась плановая встреча руководителей подразделений. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работы. Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Смоленские полицейские пресекли сбыт наркотиков. Административный штраф налагается в сумме 3000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции проверили безопасность перевозки детей. А теперь об этих и других новостях подробнее. Вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова назвала действенный способ повысить рождаемость в России. Голикова отметила, что демографическая статистика вызывает у нее тревогу, поскольку рождаемость в стране продолжает падать. По ее словам, главной мотивацией для рождения детей должна стать доступная недвижимость. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Но как только появляется тема жилья, возникает тема ипотеки, признала она. Вице-премьера заявила, что ипотека вызывает много вопросов. Необходимость регулярно платить взносы – причина, по которой россияне откладывают рождение детей. Заболеваемость ОРВИ, культурные мероприятия, работа коммунальной службы. Эти и другие вопросы обсуждались на еженедельном совещании с главой города. Подробности в сюжете. В отделение скорой медицинской помощи поступило 189 вызовов. В круглосуточный стационар госпитализировано 109 человек. Общая заболеваемость ОРВИ находится на низком уровне. Диагноз грипп не выставлялся. В акушерском отделении появилось на свет 8 младенцев. Системы жизнеобеспечения города работают стабильно. Ликвидируются небольшие проблемные участки на трубопроводе холодного водоснабжения. Процесс восстановления объектов проходит в плановом режиме. Сегодня с точки зрения отключения потребителей у нас есть только дома частного сектора 8 микрорайона. И сегодня мы отключили, сегодня включим ограду. Есть дефект на квартальные ветки водопровода холодного водоснабжения. 29 ноября в 16.00 состоится торжественное открытие выставки «Дорогами языка и культуры». 30 ноября в 13.30 в Доме детского творчества состоится муниципальный этап фестиваля «Юные таланты за безопасность». И 3 декабря в понедельник с 10 до 12.00 на Курбане Славы состоится возложение 100 венков, посвященное дню неизвестного солдата. В эту пятницу планируется проверка системы оповещения с включением электрических сирен и передачей речевой информации. Население просят сохранять спокойствие. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ Межрегиональная ассоциация автошкол предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке. Также в ассоциации попросили увеличить время для проверки ученика на дороге. Эксперты раскритиковали инициативу ГИБДД по объединению испытаний в городе и на площадке. Подобная мера может привести к снижению качества обучения. Смоленск набрал 44 балла итогового индекса качества жизни в рейтинге, составленного финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Всего в него попало 78 городов нашей страны с населением более 250 тысяч человек. В рейтинге оценивались такие показатели, как качество медицинского обслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и строительного комплекса. Также учитывалась оценка жителями своего уровня дохода и удобства города для жизни. В первой тройке рейтинга оказались Тюмень, Грозный и Москва. Замыкает список Астрахань. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой два раза, к ликвидации последствий ДТП с пострадавшими один раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 655 сообщений, из них 280 ложных. Поступило и отработано 8 просьб от населения. 26 ноября в здании управления по делам ГОЧС в единой дежурно-диспетчерской службе состоялась презентация сегмента видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Движение «Эко» приглашает жителей Смоленской области принять участие в составлении всероссийского экологического путеводителя «Капуста.ру». Проект представляет собой интерактивную карту российских зеленых объектов, услуг и мероприятий. На сегодняшний день он уже объединяет 544 экоточки в 50 регионах. Для того, чтобы добавить новую точку «Путеводитель», необходимо зарегистрироваться на сайте «Капуста.ру» и заполнить анкету. Необходимо указать, почему объект должен быть включен в зеленый гид, как он минимизирует свой экологический след и дает возможность сделать это своим пользователям. Новая отметка появится на карте после проверки модератором. В Смоленской области прошел комплекс мер по пресечению незаконного оборота наркотических средств. В ходе одной из таких операций внимание оперативников привлек неизвестный мужчина. Чем все закончилось, смотрите далее. 25-летний молодой человек передвигался по дворам. Его поведение сотрудникам полиции показалось подозрительным. Его задержали и досмотрели. Под подкладкой одежды задержанного полицейские обнаружили четыре свертка. В них находился порошок. Все изъятое направили на экспертизу. Результаты исследования показали – вещество является наркотическим средством героин. Мужчина планировал сбыть около 300 разовых доз ядовитого зелия через закладки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемый задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Марина Якубишина, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Всероссийские соревнования по прыжкам в воду памяти заслуженного тренера России Анатолия Ларюшкина прошли в Смоленске. В течение трех дней сотня спортсменов из разных регионов страны выполняли десятки прыжков различной степени сложности. В программу вошли прыжки с трамплина и вышек. Соревнования стали первыми в сезоне среди взрослых, поэтому особенно цены для определения спортивной формы и ближайших перспектив на более крупных турнирах. Состязания прошли по специальной программе в зале и на воде. В них приняли участие члены сборной России по прыжкам в воду. В Смоленской области проходит профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». 26 ноября десногорские инспекторы напомнили водителям о правилах перевозки детей в автомобилях. Подробности в сюжете. На протяжении всей недели сотрудники госавтоинспекции будут проводить с водителями профилактические беседы. Главная задача инспекторов – снизить количество происшествий на дорогах с участием детей-пассажиров. С января по октябрь этого года к ответственности привлекли 170 водителей. Дети, которых они перевозили в своих автомобилях, не были пристегнуты ремнями безопасности. Еще 40 протоколов составлено за отсутствие у водителей детских автомобильных кресел. Напоминаем, что ответственность на водителей за нарушение правоперевозки детей предусмотрена частью 3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. Водителям, которые пренебрегают безопасностью детей, грозит штраф в размере 3000 рублей. Госавтоинспекторы напоминают, что в момент ДТП непристегнутый ребенок может получить серьезную травму. Ее последствия зачастую оказываются плачевными. Во избежание дравматизма маленького пассажира необходимо перевозить строго по правилам. Марина Якубишина, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ В Смоленске состоялась традиционная итоговая выставка художников «Палитра года-2018». Она показала все многоцветия талантов и жанров изобразительного искусства, которым сегодня владеют художники Смоленщины. «Палитра года» примечательна тем, что каждый год открывает зрителям новые границы творчества. Художники готовятся к выставке специально, ведь есть условия – все работы должны быть показаны впервые. На этот раз было представлено 240 работ от 120 авторов разного уровня мастерства. А теперь коротко о погоде. 29 ноября в Десногорске будет ясно – днем минус 8, ночью минус 15. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова